Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет покупка лошади моему соколубнику Марии Даймонд Мун. Человек уже готов к Хэллоуину и вовсю каждый день катается в своем шикарном хэллоуинском образе, но это не помешает нам ознакомиться с его историей, посмотреть конюшню и купить новую лошадь. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Итак, вот мы и оказались на конюшне, оставим здесь хэллоуинского коня. И пойдем смотреть, кто же стоит у нее в донниках и заодно знакомиться с историей этого персонажа. Мне самой очень непривычно видеть ее в таком виде, потому что обычно она выглядит немножко по-другому, чтобы вам было более приятно воспринимать ее, то обычно она выглядит вот так, только корешка с черными волосами. Итак, давайте знакомиться с этим интересным персонажем. Мария Даймод Мун, 23 года. Профессиональная спортсменка в области выездки, однако верховая езда не единственная ее профессия. Она работает адвокатом, это позволило ей плотно укрепиться в конном бизнесе в финансовом плане. Потому она выкупает лошадей и готовит их до спортивного уровня. Очень внимательно в отборе подопечных, и поэтому в ее конюшне в основном спортивные породы лошадей и всего лишь несколько дорогих и престижных пород для коллекции и прогулок. У Марии 4 страницы пастбища, последняя заполнена наполовину, так что 3,5 странички пастбищ и целиком забитая конюшня, но при этом она не расширена до максимума. Вот это вот удивительно, кстати. Надо ей сказать, не хочет ли она ее немножечко увеличить. Ой, Мария, 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 я, если честно, не знаю, кого тебе покупать, у тебя есть самые прекрасные кони. Ну, давайте еще чуть поглубже углубимся в историю персонажа. Прямо мне нужна вот та самая искра, которая скажет, какой же конь ей нужен. Я не хочу покупать ей магика, потому что я считаю, магики это как бы на свой вкус, да и плюс стрижку им не поменяешь. Значит, нужно покупать какую-то особую лошадь, но при этом обычной городской масти. Так, она, значит, профессиональная спортсменка в области выездки. У нее есть все, по-моему, выездковые лошади. У нее есть и Фрис, и Пасафина, и Лузитана, и Бельгийц. Это вот самые-самые, плюс еще арабы и вообще все остальные. У нее одна арабская лошадь. Но для меня лично арабская лошадь это не тот канон выездки, который можно было бы представить. Английская чистокровная, к сожалению, меня огорчает своей рысью, да и в принципе аллюрами. Плюс это не самая новая лошадь. Но, кстати, давайте мы еще и почитаем те требования, которые Мария попросила учесть при приобретении новой лошадки. Имя только на английском, только третье поколение. Она любит очень выездковых, но думает, что их и так уже слишком много, так что просто спортивную лошадь. Ага. Для любого спорта, чтобы можно было участвовать в соревнованиях ССО. Так, но выездковый, как всегда, конечно, приветствуется. Ей... О боже, там же целый список лошадей, которых нельзя покупать. Так, ну что ж, кого же нам нельзя покупать? Это Канемарек, Уотерхорс, Фьорд, Кнапструбер, Чинкотик, Юрикский поник, Кучеревая лошадь, Северо-Шведская Ахалтикинс и Финская лошадь. Амуницию можно подобрать из шкафа. Там... Амуницию можно подобрать из шкафа. Там много вещей, что-то должно подойти. Так, из рюкзака не вытаскивай ничего, а то не вспомню потом, где лежит. Так, а также уточнение, на каких страницах нельзя что-либо вытаскивать, что-либо убирать и менять. Хорошо, ладно. Мы это учтем. По поводу стрижки. Любая стрижка, кроме отдельно заплетенных косичек, плетеные прически першронов или хаффов приветствуются. Так, ну что ж, вроде бы это все требования. Я хочу проехаться по Юрику и вспомнить вообще, посмотреть, какие же масти есть у некоторых пород. Мы поедем смотреть Липециана. Да, он у нее есть, но иногда масть очень сильно влияет на весь, скажем так, на весь образ породы. Мы посмотрим Арабов, посмотрим Пейнтхорсов, Аполлузу и, наверное, еще Мустанга. Мустанг у нее один. Да, Мустанг у нее один, так что, да, мы еще этих лошадок посмотрим. Хаффлингера, я не знаю, не хочу ее покупать, у нее есть один, по-моему, один. Пусть он у нее так и остается, единственный неповторимый хаффлингер. Так, ну что ж, мы седлаем коня и отправляемся смотреть лошадей на продаже, чтобы привезти новую лошадь ей на конюшню. Так, вот мы и приехали на ранчо Старщайна и идем смотреть Пейнтхорсов, Аполлуз и Мустангов. У меня есть два Пейнтхорса, один с дня рождения и один вот такой вот. Я обожаю брать их на кросс, даже не на конкурс, а именно на кросс. Поэтому давайте посмотрим, какие масти у нее есть. У нее есть вот эта масть. И какая еще масть дня рождения, по-моему, да? Я что-то посмотрела, но я как-то забыла, по-моему, у нее масть дня рождения. Нет, кажется, это что-то не то. Но, елки, вот если ее... Но если представить ее персонажа в обычном образе, в строгих костюмах, фраках, белые перчатки, цилиндры, черная корешка... Так, не тот конь, не тот конь, подождите. Вот этот вот. То мне кажется, вполне может быть. Так, ладно, запоминаем, значит, раз. У нас есть лошадь на покупку. Аполлоза имеет очень интересные масти. Это сложный выбор. Если бы не было у нее пасафина или не было столько... Бельгийцев, я бы взяла и пасафина, и бельгийца. Но, к сожалению, у нее их очень много. Я не знаю, мне кажется, нет. Мне кажется, по инхорсу мне нравится больше. В плане алюров... Однозначно. Однозначно мне больше нравятся пейнтхорсы. Так. Ладно, значит, смотрим теперь еще мустангов. Мустангов не было прописано. Но мустангов мне не нравится. Как бы, я считаю, у них вообще ничего не спортивное. Ай, я не знаю. Так. Это сложно. Это сложно. Я не понимаю, кого ей брать. Это вообще очень странно. Вот, вот, вот. Тяжко, тяжко, когда у аккаунтов много лошадей. Они уже крутые, раскаченные такие. Особенно по количеству лошадей. А кого брать-то? Кстати, у нас еще не прописаны были фризы в списке пород, которые недопустимы к покупке. Поэтому давайте посмотрим здесь еще и фризов. Но мне кажется, нет. Фриз, он как-то вообще утратил свою былую популярность, свою силу. Вот так. Нет. Нет, однозначно нет. У нее выездковых много. У нее два лепица. А на куда ей третий? Так, у нее есть один фриз. Надо сейчас посмотреть, какой. По-моему, вот этот. Чисто вороной. Если не чисто вороной, я удивлю. А, у нее вот этот вот с щеточками, как у меня, по-моему. Ну, у них, конечно, очень своеобразные аллюры. Но елки. Там фриза точно нету в списках. Канемарок, Waterhorse, Фьорд, Кнапстроперченко, Тик, Юрвикский поник, Учаревая лошадь, Северо-шведская, Халтикинец, Финская лошадь. Здесь нету фриза. И это меня очень соблазняет. Но он, правда, не самый новый. Но все-таки. Все, мы его покупаем. И мы его делаем с короткой грибой. Не заплетенной, не стриженной. Вот такой вот. А делаем красивые шишечки. Ой, 969 старкойнсов. И покупаем. Это будет взрослый жеребец. Ох. И надо что-нибудь придумать. У меня уже есть некие идеи по его именю. У меня уже есть некоторые идеи, как его назвать. Но более-менее. Сейчас вот будем искать, как же все-таки назвать этого шикарного коня. Ребята, а все кончилось намного лучше, чем я думала. Я хотела назвать его как-нибудь города там, по-королевски. Там, я не знаю, Сильвер, может быть, Энджел, Сильвер Кристал. Или что-нибудь там, Сильвер Эйр. Но потом я вспомнила об одной замечательной букве. И решила, почему бы его не назвать просто Сильверы. Вот такой вот конь. Светло-серый, фриз, взрослый. Да еще и Сильверы. Ой, как я боюсь. Я чувствую, что у меня влетит от хозяйки аккаунта за покупку этого коня. Итак. Покупаем. Я не верю. Я не верю, что я это сделала. Я надеюсь, он ей понравится. Я просто безумно боюсь, что она не оценит мой выбор. О боже, как же я волнуюсь. Как же я волнуюсь. Все, бегом на конюшню переодеваться. О боже, боже, мне страшно. Мне страшно. Вот он. Мне кажется, от этой покупки я скорее откинусь, чем хозяйка. Так, дружочек. Да, Сильверы. Все красиво написано. Пожалуйста, разработчики, сделайте побыстрее, чтобы на него можно было все новое надевать. Вообще вот все вальтрапы, уздечки, колокольчики. Все ему, пожалуйста. Зачем вы сделали все это на лохматиков и на пейнтхорсов? На этом надо было сделать все на фризов. Так, повышаем до второго уровня, чтобы он смог быстрее передвигаться. Берем. Может быть цилиндр? Она любит цилиндры. Я надеюсь, что она прям вообще... Мне лично, мне лично безумно нравится. Я в восторге от этой покупки. Я прям, мне очень нравится, как они смотрятся. Но я расстроена, что на фризов до сих пор, до сих пор нельзя ничего нового надеть. И, ну, вроде, мне, вроде красиво. Я сомневаюсь, потому что я не уверена, понравится ли хозяйке. Ой, бабочки. Ладно. Все. Мы уже все сделали. Мы купили. Нашли амуницию. Переодели персонажа. Я перезайду, чтобы у меня пропало это ведро в руке. И будем вызывать хозяйку. Алло. Здравствуйте. Мне капец, как страшно. Ну, правда, что мне страшно. Я заради думала, что это очень сложная задача, поскольку у меня очень много лошадей, которые мне и так нравятся. И я, честно, не знаю, кого ты можешь выбрать. И кого ты только выбрала. Я сразу, я возврат денег не делаю. Ничего страшного. Хотя, знаешь, это то, что там многие сейчас пишут, что донаты поприкрывали. Мне стало немножко от этого грустно, но ничего страшного. Ты готова? Ну, давайте, да, я готова. Я еду. Я еду. Вот ваш конь. В натуре фриз, что ли? В натуре фриз. Ой, какая приятная неожиданность. Так, шишечки мне уже тоже очень нравятся. Это такое. Это прекрасно, шишки. Замечательно. Так, ну теперь меняемся. Заходишь на свой аккаунт, катаешься и отзыв. Отзывы по покупке. Ну, хорошо. Сейчас будет тест-драйв. Внимательно. Я уже тысячу лет на фризах не ездила. Очень приятная в моем плане, наверное, даже ностальгия. Потому что... Не то, что я на них ездила мало, но как сезон моды на них у меня давно прошел. А здесь такой приятный сюрприз. Когда я снова на нем сижу. Снова на нем езжу. Снова буду качать. Но, наверное, когда кончится Хэллоуин. Потому что на белый лофтик Хэллоуин кататься. Ну, это такое. Такое зиме. Почему он может белого призрака нарядиться и кататься? Надо сесть. Ой, ну у меня белых шмотов мало. Точнее, таких более-менее страшненьких. В общем, я подумаю. Качать я его буду точно. Буду, может, на нем ездить. Значит, ура, попытка удалась. Попытка, покупка. Ура, хозяйка довольна. Да. Вопрос. Кто был второй кандидат? Мне интересно. Ох, ох, ох. Вы прям хотите... Вы прям меня это... Бульдозерите вторым кандидатом. А, мне интересно, какие у тебя были варианты, что я за так долго не могла выбрать. Кто мог быть альтернативой. Хорошо, самая последняя альтернатива это был кое-какой пейнт. Ой, в общем, дорогие друзья, хозяйка рада, ура, мы счастливы. Потому что я не зря потратила ее с торгуемцы на этого коня. Мы желаем... Даже не превысило тот лимит, который, я думала, у меня будет, когда я вернусь. Потому что я не помню, сколько я уже денег потратила на Хэллоуин. И я думала, сейчас упадет ниже той суммы, которую я хотела себе сохранить. Но ничего не упало, все отлично. В общем, на этом все, дорогие друзья. И мы с вами прощаемся. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. И всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!